МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернут ли прежнюю схему на улице шахтёров? Оптимизма с каждым разом всё меньше и меньше. Чиновники и жители Покровки сели за стол переговоров. Но, кажется, развернуть ситуацию не получилось. Школьников позвали на ёлку мэра. Это будет такое народное голосование. Поэтому способ такой достаточно уже понятный для всех. Правда, попасть на праздник можно только через Инстаграм. Проход в национальный парк останется бесплатным. Осталось закрытое заповедное ядро, закрытая территория. Это туристко-рекреационный район. Сейчас он называется рекреационная зона. Сегодня руководители столбов рассказали, как будут жить дальше, а заодно встретили миллионного посетителя этого года. Добрый вечер. В эфире новости Афонтова. Следующие полчаса подводим итоги дня. Синоптики предупреждают горожан о сильном ветре. Сегодня ночью он сменит направление на юго-западное. Усилится сначала до 8 метров в секунду, а завтра днём до 10 с порывами до 15-18. Красноярцам советуют быть осторожнее на улице, обходить рекламные конструкции и не парковать машины рядом с деревьями. В случае ЧП звоните 112. Не получил денег за работу на универсиаде и объявил голодовку. Красноярский предприниматель записал видеообращение к президенту. Фирма Руслана Бородина готовила город к студенческим играм. Рабочие в пожарном режиме красили фасады, чинили, меняли заборы, вкручивали лампочки и ремонтировали балконы. Работы выполнены на 68 миллионов рублей, а оплачены, по его словам, лишь частично. Предпринимателю якобы задолжали больше 28 миллионов рублей. Он не может рассчитаться субподрядными организациями. Заказчиком предуниверсиадного благоустройства выступал благотворительный фонд «Согласие». Но сейчас, по информации предпринимателя, на счетах фонда пусто. А работы фонд не оплатил полусотни фирм. У части компаний несколько месяцев арестованы счета. Предприниматели, отчаившись, попросили помощи у властей. «Новый год. Людям надо выдавать зарплату. Если сейчас мне не выплатят, в ближайшие 10-15 дней, значит, я буду... Что говорить людям? И что будут говорить людям мои коллеги-директора предприятий? Вот мы вам дали коллективное обращение, вы увидели, да? Вот, там, 10 или 15 директоров предприятий к УСУ обратилось с этим вопросом. И где реакция? Ничего не было. Ничего не было. В пресс-службе краевого правительства нас перенаправили в мэрию. А там пояснили, что отношения к этим контрактам не имеют. Работы, которые заказывал город, они оплатили. А вот те, которые проходили через фонд, они только согласовывали. То есть разрешали, например, поменять забор. И рекомендуют обращаться предпринимателям в суд. Мы продолжим следить за этой историей. В Красноярском крае подешевели взятки. Средний размер в этом году составил 189 тысяч рублей, что в полтора раза меньше, чем в прошлом. Всего же за первые 9 месяцев этого года правоохранители выявили около 5000 нарушений закона, связанных с коррупцией. И большая часть из них в органах государственной власти. Что стоит только нашумевшее дело Ирины Тюриной, заместителя главы департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска. Задержали ее в момент передачи крупной взятки. Сейчас она в СИЗО. По этой же причине в СИЗО находится ее коллега, начальник отдела недвижимости и земельных отношений администрации Ленинского района Виталий Иванов. Наиболее подвержены взяткам сферы лесопользования, медицины, бюджета и закупочной деятельности. В целях повышения эффективности на данном направлении деятельности на постоянной основе проводятся совместные совещания с участием руководства и оперативных работников главков Следственного управления Следственного комитета по краю и Главного управления МВД России по краю. Непосредственно в главке у нас работает и моим приказом создана рабочая группа по защите бюджетных средств, выделяемых на финансирование национальных проектов, государственных и целевых программ, в рамках которых в частности организованы соответствующие проверки со взаимодействующими субъектами. 4 миллиона просмотров набрало новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, недавно признанным иностранным агентом. Видео рассказывает о банкире Костине и телеведущей Наиле Аскерзаде. По информации расследователя, телеведущая якобы пользуется самолетом «Бомбардир Глобал-6000». Лайнер раньше принадлежал банку ВТБ, которым руководит Андрей Костин. Также в распоряжении телеведущие шикарная яхта, оформленная на неизвестную фирму в офшоре. А в Центральном парке Нью-Йорка на скамейке красуется табличка с признанием в любви некой Наиле к некому Костину. Сотрудники фонда утверждают, что доказали передвижение журналистки на самолете, сопоставив города, где она брала интервью, фотографии из ее инстаграма и все передвижения лайнера. Накануне все в том же фонде борьбы с коррупцией заявили, что жена премьер-министра Светлана Медведева якобы тоже пользуется самолетом «Бомбардир Глобал Экспресс 5000» стоимостью 50 миллионов долларов. Этот лайнер, по словам сотрудников ФБК, передали жене Медведева по той же схеме, что и самолет телеведущий Наилей Аскерзаде. Сначала он принадлежал дочернику структуре ВТБ «Лизинг», а затем продан офшору в Белизе. И сегодня на пресс-конференции с Дмитрием Медведевым вопрос про самолет его супруги так и не прозвучал, хотя этого ждали многие зрители трансляции. Сегодня премьер два часа общался с журналистами федеральных каналов. На встречу пришли 20 представителей из обоих мультиплексов. Всего Дмитрию Медведеву успели задать больше 20 вопросов. Обсуждали экономическое положение страны, санкции, вопросы здравоохранения. Журналисты задавали и личные вопросы. Какая любимая книга, чему премьер научился у своего сына и какое было самое сложное решение в его политической карьере. Также он заверил, что в будущем году страна будет иметь профицит бюджета и высказал надежду вновь завязать торговые отношения с Европой. Спросили премьера и про так называемое «московское дело» и несанкционированные митинги. И вот что он ответил. Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить о своем мнении. Это абсолютно нормально. Но заявлять о своем мнении нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами. И сколько бы ни говорили о том, что вот мы там что-то подали, что-то там нам не разрешили, законодательство может нравиться или не нравиться. Это понятно. Но все-таки его нужно соблюдать. Иначе мы можем докатиться до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут вообще превратиться в плохую проблему. А уже завтра суд вынесет приговор одному из фигурантов московского дела Егору Жукову. Прокуратура просит для него 4 года лишения свободы. Жукова задержали на несанкционированной акции, которая прошла в Москве 27 июля. Сначала ему было предъявлено обвинение по статье о массовых беспорядках, но позднее выяснилось, что его приняли совсем за другого человека. Тем не менее, просто так отпускать Жукова не захотели и заподозрили его в экстремизме. Эксперт ФСБ нашел в его роликах на Ютубе призывы к насилию и свержению власти. Сам Жуков свою вину не признал, заявил, что всегда выступал против насилия. Последнее слово обвиняемого опубликовали многие СМИ. Краевое управление ФСБ сегодня официально возглавил Андрей Веговский. Ранее он 5 лет руководил управлением по Сахалинской области. Известен всем, что под его руководством был задержан губернатор Хорошавин. Эта история прогремела на всю страну. Экс-губернатора обвинили в коррупции, а при обыске в квартирах Хорошавина только наличных денег изъяли почти на миллиард рублей. Предыдущий начальник краевого управления генерал-лейтенант Александр Калашников перешел на службу в структуру ФСИН России, где назначен на должность директора службы. Далее, коротко о других событиях дня. Развязку с 4-го моста на Пашины могут вывести на улицу семафорная. Это один из вариантов, который сейчас рассматривают в мэрии. Всего в мэрии рассматривают три варианта. Напомню, строительство дороги, которая связала бы улицу судостроительная с новым мостом, отложили из-за того, что не удалось договориться с реч-портом, которому принадлежит часть земли, где пройдет дорога. Для студентов и преподавателей из ФУЗа пустят бесплатный шаттл. Он свяжет главные корпуса на горе с корпусами в Академгородке и Студгородке. Проезд будет бесплатным, но нужно будет предъявить зачетку, студенческий билет или удостоверение сотрудника ВУЗа. Автобус начнет ходить с 9 декабря, но время рейсов пока уточняется. Мобильные приложения, которые отслеживают движение общественного транспорта, весь декабрь могут работать со сбоями. В мэрии рассказали, что в Красноярск-Гор-Трансе идут работы по модернизации оборудования. Красноярцы уже успели привыкнуть к этой услуге. Благодаря ей можно точно рассчитать, когда и какой автобус подойдет к остановке. Но перебой в работе наложится на наступление морозов. В следующем году профессиональные спортивные клубы края получат гораздо меньше денег. Это коснется шести команд. Футбольный, хоккейный, баскетбольный, волейбольный и двухрыгбийных. Вместо миллиарда и 800 миллионов они получат лишь полтора миллиарда на всех. Сэкономленные деньги пойдут на развитие любительского спорта. На такой шаг правительство края пошло, чтобы стимулировать профессиональных спортсменов привлекать спонсоров. Левые повороты на шахтеров точно не откроют. Сегодня это заявление сделал глава центрального района Вадим Войцеховский. Он и представители администрации встречались с обеспокоенными жителями Покровки. Они пришли со своими предложениями по оптимизации движения на магистральной улице. Среди них убрать автобусную полосу с шахтеров, расширить улицу Березина и шахтеров, отрегулировать светофоры и открыть выезд, соединяющий Дудинскую с улицы Степана Разина. Каждый пункт глава района разбирал вместе с жителями и выслушивал предложения. Но в итоге никаких решений принято не было, кроме того, как назначить еще одну встречу с жителями в конце месяца. «Оптимизма с каждым разом все меньше и меньше, потому что уже как бы точка стоит, что никто левых поворотов отменять не будет. Хотя самое главное, все вот эти пункты, все пункты до седьмого пункта, они практически седьмым пунктом все бы решилось. То есть все будут пытаться что-то как-то оптимизировать, как нам сказали, но левый поворот открывать никто не будет». Красноярские школьники соревнуются за право побывать на новогодней елке главы города. Всего туда попадут полторы тысячи учеников четвертых классов со всего города. Причем отбор ведется в социальной сети Инстаграм. Чтобы заявиться на конкурс, классу необходимо снять небольшой поздравительный ролик, разместить его у себя на странице с хэштегом «Все на елку 2019», набравшие наибольшее количество лайков и станут победителями и гостями праздника. Новогоднее шоу пройдет 18 декабря в Кристалл-арене. Ребят ждет интерактивная новогодняя сказка «12 месяцев» от выпускников Федерации фигурного катания. Многие ролики уже, кстати, стали популярными у красноярцев. Это будет такое народное голосование, поэтому способ такой достаточно уже понятный для всех. Не скрою, что сейчас вот прям по социальным сетям расходятся разные смс-сообщения. Вот наш ролик, посмотрите, проголосуйте за него. То есть, о чем я сейчас хочу сказать, что уже сейчас повысилась активность и таких роликов в Инстаграм размещено уже более ста. Это очень интересная деятельность, потому что на Новый год придут дети, выпускники уже, будущие начальные школы, четвероклассники. И как раз в четвертом классе стоит задача сформировать команду, то есть умение формировать команду. Бюджет Красноярского края единогласно принят депутатами в окончательном чтении. После первого чтения доходы и расходы бюджета возросли на 6 миллиардов за счет федеральных средств. На эти деньги планируют развивать муниципальное образование и социальную поддержку населения. Также в принятом бюджете учтены поручения губернатора на повышение качества жизни. На строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства в течение трех лет будет выделено порядка 26 миллиардов рублей. Принятый с поправками бюджет решает задачу и по стабилизации и снижению государственного долга, сумма которого на данный момент 101 миллиард рублей. Начиная с 1 января 2020 года задача законодательного собрания осуществлять контроль за теми решениями, которые мы совместно приняли и нести совместную ответственность за каждое принятое решение. А значит это контроль, контроль, контроль. И создание нормативно-правовой базы, которая бы облегчила вот те механизмы для реализации тех и идей, и в том числе новых. И чтобы муниципальное образование вовремя, средства эти получали. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Вход на столбы останется бесплатным. Директор теперь уже национального парка Красноярские столбы уверяет, с изменением статуса для посетителей ничего не изменится. Еще с 2015 года действует закон, согласно которому плата за посещение может взиматься как в заповедниках, так и в национальных парках. Но вход на столбы бесплатный благодаря краевой субсидии. Сейчас законодательное собрание рассматривает вопрос о дальнейшем субсидировании бесплатного входа для красноярцев пока до 2022 года. Как и раньше, посещение национального парка платное только для организованных туристических групп и иностранных посетителей. Главное направление развития национального парка на ближайшие 5 лет – это восточный вход. Там появится визит-центр, парковка, комната матери и ребенка. У посетителя будет возможность погреться, высушить вещи, попить чай и зарядить телефон. На столбах будут проходить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию. В руководстве парка, говорят, строительство будут вести только на приграничной территории, то есть у входа на столбы. Природа национального парка от развития туристической инфраструктуры не пострадает. С преобразованием заповедника столбы в национальный парк Красноярские столбы фактически узаконилось то зонирование территории, которое было введено еще в 80-е годы, а на территориях заповедников оно не было предусмотрено законодательством. Соответственно, в национальных парках такое зонирование есть. То есть это у нас также осталось закрытое заповедное ядро, закрытая территория. Это туристко-рекреационный район, сейчас он называется рекреационная зона, а также зона ограниченного посещения. И сегодня столбы посетил миллионный гость. Счастливчиком стал студент и спортсмен Александр. Ему вручили сертификат на проживание в домике и посещение научно-познавательного комплекса на Рым. Количество посетителей национального парка ежегодно растет. С 2015 года на входах стоят датчики, которые фиксируют количество гостей. В 2015 году они насчитали 328 тысяч туристов. В этом году их количество больше почти в три раза. Согласно счетчикам, к 1 декабря 2019 года столбы посетили 958 тысяч человек. Когда показатель приблизился к миллионному, руководство столбов ежедневно несколько раз проверяло показатели датчиков. Юбилейный гость зашел на столбы сегодня в полдень через восточный вход. Я очень плохо лажу по столбам, поэтому я любуюсь красивым пейзажем. Сегодня будний день, 12 часов. Что ты здесь делаешь? В городе, к сожалению, очень нехороший воздух, а здесь можно подышать, понаблюдать красивый вид. В прошлом году у нас 754 тысячи было человек. Тенденция с каждым годом увеличивается все, с каждым годом больше у нас посетителей. Поэтому вот дождались миллионного в этом году. А мы продолжаем нашу добрую новогоднюю акцию «Я, Дед Мороз». И сегодня мы отправились на сборы подарка для дедушки вместе с известным красноярским актером Андреем Пашниным. Если вы тоже хотите принять участие в акции и поделиться теплом с одиноким пожилым человеком, смотрите нашу видеоинструкцию. Любая новогодняя игрушка, снежинка, елочный подарочек настроение нам придаст. Мне нравится она, та снежинка, если ее повесить. Не обязательно на елку, может быть, просто куда-нибудь на шкафчик. Настроение уже появится. Снежинку в тележку отправляет заслуженный артист и руководитель отдельного театра, который носит его имя Андрей Пашнин. Сегодня вместе с нами он готовит подарок для дедушки из дома-интерната номер один. Хотя на елках актер давно не работает, для нашего доброго проекта он выступает Дедом Морозом. И Новый год для него уже давно, это праздник заботы. Очень много людей в старости остаются одинокими. Очень много, кстати, известных актеров, кто в жизни был балован вниманием зрительским, народной любовью. И вдруг забывается. Я просто понимаю, что это такое. Я чувствую это сердцем и пользуюсь случаем, нашим предложением, конечно, участвую в этом с удовольствием. Я лично мармеладки не очень, а вот зефир раньше очень любил в детстве. А потом перестал. А когда буду дедушкой, опять полюблю. Мы захватили зефир в шоколаде, немного клюквенные пустилы, сладости должны быть мягкими. К ним добавили черного чая, чтобы заваривать его вечерами. По дороге набрели на отдел с текстилем. Нам попались отличные носки со снежинкой. Ну и пошли искать кружку. Давайте выберем новогоднюю кружку с Дед Морозом или со снеговиком. Вот такую. Дедушка, он сам дедушка. А это снеговик. Вы тоже можете стать новогодними волшебниками. Состав у подарка традиционные мягкие сладости, теплые вещи, средства личной гигиены и новогодние сувениры. Не кладите в подарки фрукты, они испортятся. Мы предлагаем вам выбрать по одному предмету из каждой позиции и красиво упаковать. Готовые подарки приносите в редакцию телекомпании Афонтового, Дворец культуры, который ближе всего к вашему дому, Министерство социальной политики, в Дом дружбы народов, а также в офисы компании ВТБ «Медицинское страхование». Дорогой и уважаемый дедушка, с новым годом вас! Пусть еще много-много будет в таких праздниках вашей жизни. Еще одна важная деталь. Положите в ваш подарок открытку и обязательно ее подпишите дорогому дедушке или бабушке. А также не забудьте прикрепить опись. Так нам будет проще найти адресата подарка. Клавдия Стремахович, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 декабря я приеду в Сибирь, в Красноярске. Буду выступать в Гранд-холл Сибирь с моим новым специально созданным для вас мастер-класс и моноспектаклем. Он будет посвящен современным тенденциям моды и канонам красоты. Сергей Ломанов, 39 лет, продолжает ставить рекорды результативности. Хоккеист забил пять мячей в ворота Ульяновской Волги. Об этих и других новостях спорта Антон Соркин. Хоккейный Енисей провел самый результативный матч девятого тура Российской Суперлиги. На своем льду Красноярский клуб нанес разгромное поражение Ульяновской Волги. В этом сезоне дела у волжан идут не лучшим образом. Даже в матчах с соперниками, замыкающих турнирную таблицу, команда не блещет успехами. А встреча с лидером чемпионата изначально не сулила гостям ничем хорошим. Ульяновский клуб установил собственный антирекорд сезона по пропущенным мячам. В общей сложности игроки Волги 16 раз вытаскали мяч из сетки ворот. Больше всех гостей пострадали от капитана Енисея Сергея Ломанова. Нападающий продемонстрировал выдающиеся показатели результативности, забив пять мячей и отдав три голевые передачи. Возможно, на игрока повлиял тот факт, что впервые в карьере на лед его вывел собственный сын Александр Ломанов, продолжающий хоккейную династию семьи. Успех в Еврокубке. После провального старта в чемпионате России женская команда волейбольного Енисея реабилитировалась в первом матче 1-16 финала Кубка Вызова. В Венгрии и Красноярке обыграли Уйпеш ТЕ из Будапешта 3-1 по партиям. Героем встречи стала Марта Дырпа, набравшая 24 очка. Семь игроков «Бирюсы» получили вызов в Олимпийскую и молодежную сборные России. Под знамена основной национальной команды вызваны вратарь Надежда Морозова, а также нападающие Екатерина Добродеева и Елена Мезенцева. Девушкам в составе сборной в скором времени предстоит принять участие в турнире шестинаций. Что касается молодежки, то тренерский штаб привлек к тренировочным сборам четырех хоккеистов Красноярского клуба. Вратаря Дарью Грезден, защитника Ирину Жигулину и нападающих Полину Даянову с Софией Лифатовой. Команда готовится к турниру четырех наций. Сейчас все игроки «Бирюсы» находятся в расположении сборных в Новогорске. Никита Мельников и Начин Коулар стали призерами престижнейшего турнира по борьбе к Грам-при Москвы Кубок Алроса. Оба красноярца пробились в финалы в своих весовых категориях. Классик Мельников в решающей схватке сумел одолеть турецкого борца Ибрагима Тикчи 8-3. А вот вольник Коулар довольствовался серебром, проиграв опытнейшему азербайджанцу Гаджи Алиеву 4-5. По итогам же всех матчевых встреч сборных России и остального мира уверенную победу одержала наша национальная команда, выиграв 11 из 12 финальных поединков. Антон Соркин, Афонтова Спорт. На сегодня все новости. Сообщайте свои новости по телефону 285-14-14. Всем хорошего вечера, всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!